добрый день сегодня видео посвятим ответом на ваши вопросы которые вы чаще всего задаете в комментариях и первый вопрос загуститель для чего он нужен использую ли я его и если нет то почему время затвердевания силиконового слоя на чего она зависит и как его можно регулировать сколько отливок выдерживает 1 силиконовая форма что такое кашпо чем добавлять катализатор в отвердитель при помощи шприца или купить хорошие весы зачистка фигур почему я зачищаю на сухую где покупать силикон банальный вопрос как со мной связаться станок для копилок кому нужен для чего чем отмывать кисточку от силикона или смолы но расскажу немного о планах и ну и для самых терпеливых конце сделаем небольшой розыгрыш разыгрывать будем силиконовую форму чтобы принять них участие в этом розыгрыше расскажу немного условиях так начнем сначала загуститель для чего нужен загуститель чтобы ускорить процесс изготовления силиконовой форм сократить время его изготовления использует загуститель чтобы силиконовый слой твердел за меньшее количество времени стандартных условиях силикон твердеет примерно от 20 минут до часу все зависит от марки вашего силикона от его мягкости количество добавленного у него твердителя но и температуры которых вы работаете примеру в стандартных условиях 2 грамма твердителя на 100 грамм силикона и при температуре 22 градуса помещение в среднем температуры время затвердевания составляет порядка на 40 минут если добавить количество отвердителя больше на то время затвердевания силикона вас сократится то же самое происходит и с температурой когда работаете в температуре при температуре 22 градуса время затвердевания вашего силикона порядка со 30 40 минут если же температура в помещении которым вы работаете будет около 30 градусов то время затвердевание вашего силикона резко уменьшится она может стать от 10 до 15 минут то есть чем выше температура помещения в котором вы работаете тем меньше время жизни силикона в жидком состоянии что делает загуститель загуститель при добавлении загустителя он искусственно снижает это время на мой взгляд добавление отвердителя снижает не только время жизни в жидком состоянии но и также общее время жизни ваша силиконовая форма то есть при добавлении загустителя в силикон количество съемок с одной силиконовой формы резко уменьшается то есть в стандартных условиях если вы могли 250 от 250 до 500 съемок сделать с одной силиконовой формы то загуститель снижает этот показатель несколько раз это мое личное мнение если вы обладаете каким-то опытом в этом направлении и имеете свое личное мнение по этому поводу напишите об этом комментариях мне будет интереснее почитаю это то что касается загустителя но и время затвердевания силикона об этом тоже уже рассказал то есть стандартных условиях это примерно от 20 минут до часа и можно наносить следующий слой часто вопрос можно ли наносить силиконовый слой и когда ребят отвечу пальцы не липнет ваш вашим силиконовому слою то есть он превратился в резину можете смело наносить второй слой так сколько отливок выдерживает силиконовую форму но уже об этом рассказал но повторюсь стандартная силиконовая форма как заявляет производитель выдерживает тысячу съемок ну я этому не совсем верю веру верю на мою на мой взгляд стандартная силиконовая форма должна выдерживать приблизительно там и 500 съемок это если вы ее правильно эксплуатируете ну и если у вас форма имеет минимальное количество острых углов то есть чем больше ваша форма имеет острых углов тем количество съемок соответственно не будет меньше острый угол это концентратор напряжения как для отливки так и для самой силиконовой формы это тоже следует учитывать при выборе модели поэтому стандартных условиях ваши силиконовой формы должно хватить от 250 250 съемок до 500 это нормально если вы по каким-то причинам ваша ваше количество съемов уменьшилась значит у вас или очень сложная силиконовая форма или вы неправильно эксплуатируете или был некачественно использованный силикон такое тоже бывает что такое кашпо кашпо это декоративный горшок приведу примеры что было понятно вот так выглядит стандартная кашпо примеру это малыш груд у него есть внутренняя часть которую можно дальнейшем посадить цветы или растения какие-то еще один вид кашпо угли следующим образом это у нас фрида тоже выполнены виде кашпо видно надеюсь дальше чем добавляем катализатор шприцом или веса купить или стоит купить хорошие весы для этого если вы только начинаете и пробуйте себя в этом направлении думаете заниматься или не заниматься то обязательно покупите себе шприц да им удобно гораздо добавлять отвердитель количество отвердителя отмерять и добавлять силикон если вы давно уже работаете понимаете что в этим будете заниматься серьезно то советую все-таки приобрести хорошие весы весы позволяют очень точно дозировать количество отвердителя при этом вы не испытываете никто неудобств и весь процесс происходит очень быстро то есть поясню небольшую разницу я работал и шприцом и и весы си купил значит когда работаете шприцом вас должен быть наличие шприц перчатки и кисть шприц должен быть постоянно чистый и чтобы он не забивался вы его должны промывать периодически промывается он в теплой воде или обычной комнатной температуры чтобы он не засыхал дело в том что катализатор который взаимодействует с воздухом он превращается кристаллы такие которые застыхают и потом если не промывать шприц он просто приходит негодность им пользоваться дальнейшем невозможно поэтому шприц вы должны мыть то есть еще должна у вас быть какая-то емкость с водой в которой вы будете периодически промывать этот шприц то есть шприц наличие обязательно это статья расходов какая-то емкость которую вы будете это все делать это дополнительное время ваше личное ну и соответственно все это должно быть под рукой и где-то лежать ваш предложен то есть место для его хранения чтобы вы его не искали по всему помещению вашей мастерской удобно ли это но когда вы занимаетесь этим серьезно это не совсем удобно то есть мыть в этот шприц где-то его хранить лично для меня и еще одно неудобство такое как в его использование то есть чтобы работать шприцом я поясню конечно условно то есть у вас должен быть открыта баночка с отвердителем вы берете шприц перед берете двумя руками опускаете в баночку с отвердителем набираете нужное количество вам отвердителя или допустим с запасом берете опять переносить его в емкость силиконом два кубика к примеру там выдавливаете обратно возвращаете шприц в емкость с катализатором убираете лишний катализатор который у вас находился в шприце он при этом пшикает все это дело пытаетесь не расплескать поскольку у вас баночка открытая и вытаскиваете шприц шприц начинаете промывать баночку закрывать все это раскладывать по местам на мой взгляд это неудобно если вам удобно пользуйтесь но я считаю что это не совсем удобно поясню как действие происходит с весами весы свои уже показывал они очень точные покупала их на алиэкспресс ссылку под них на них я оставлю в описании раньше не стоили 2700 по моему сейчас там порядка 1700 если качество китайцы не снизили этого весы очень достойные показывают они деление от 0 1 грамма это очень классно работать с ними намного быстрее то есть открываем катализатор отливаем нужное количество в крышечку выливаем закрываем и можно перемешивать все быстро никаких вам шприцов не надо ничего дополнительного не промывать не но еще раз повторюсь если вы этим занимаетесь давно нет смысла покупать дорогие весты отдавать 1700 ждать x алиэкспресс столько времени если вы хотите только попробовать себя в этом направлении то есть попробую получится у меня или не получится если не получится вы потратили бюджета потом сказали не буду этим пользоваться не заниматься и бросили что те кто давно занимается серьезно или серьезно настроен этим заниматься я все-таки рекомендую приобрести эти весы они самые лучшие на сегодняшний день ну другими не попадались просто они до 3 килограмм пожалуйста замешивать любое количество объем силиконом с ними удобно использую три года и они мне еще не равны по двери дальше зачистка фигур почему зачищаю на сухую поясню немного ситуацию как мы происходит это все на самом деле вы отлили фигурку расформуете или распалубка вас происходит танков это количество облоя есть остаются швы на сырая если вы на сырую зачищаете то есть убираете при помощи канцелярского ножа или стека шов пропиливаете отверстие при помощи сверла то после того как фигурка ваша высохнет вам надо будет второй раз еще пройтись наждачной бумагой обязательно для того чтобы убрать оставшиеся шероховатости после ножа то есть острые грани это влияет очень хорошо на качество вашей готовой продукции на сырую эту операцию сделать наждачная бумага невозможно поскольку какую бы вы наждачную бумагу не использовали она на сырую забивает наждачную бумагу и на поверхности отливки остаются риски эти риски тоже негативным образом влияет на качество ваших будущих работ это плохо поэтому чтобы два раза не вставать делаем все это на сухую отлили убрали какой-то облой который легко убирается руками обломали поставили она сохнет после того как высохла обрабатываем все швы весь облой сверлим отверстие и зачищаем сейчас подробно про зачистку расскажу значит шов убираем канцелярским ножом или стеком как кому удобнее здесь пилим значит чем я пилю в как-то одном из видео я показывал это микромотор для зуботехников стоит он не дешево и те тут давно занимается я бы все-таки порекомендовал удобно им работать я работаю им сам отверстие получается очень аккуратная и ровная ссылку тоже на него оставлю под видео но те кто хотят только начать с ним заниматься и не советую тратить такую бюджету порядка 7 8 тысяч рублей на микромотор диаметр фрезы при этом или вашего сверла должен порядка в 3 миллиметра 3 три с половиной миллиметра больше не надо почему потому что если вы сделаете отверстие больше это смотрится некрасиво и такая большое отверстие на вашу небольшую отливку 3 3 с половиной будет вполне достаточно после того как вы обработали все швы отверстие сделали необходимо зачистить ваша поскольку отливка сухая берем наждачную бумагу наждачную бумагу использую зернистостью 120 грит почему именно она если взять наждачку более грубую допустим 80 грит она остается оставляет риски на поверхности даже сухой вашей отливки это тоже плохо сказывается на качестве ваших изделий если взять наждачку более мелкую допустим 180 грит то это тоже затягивает процесс изготовления вашей процесс изготовления готовой продукции поскольку процесс затягивается долго это все происходит то есть он долго зачищает самое оптимальное это 120 после того как зачистили обработали обрезали все это прошлись наждачкой то есть этап зачистки у вас происходит один раз не так не два раза то есть сначала на мокрую потом на сухую а то есть за один раз и обработали швы обрезали лишние зачистили наждачной бумагой в общем я думаю максимально подробно здесь рассказал дальше где покупать силикон значит есть три или четыре места на территории российской федерации где можно купить силикону по крайней мере где его покупал рассказываю про проверенные места это у нас краснодар строй 23 для меня не совсем удобно поскольку приходится вести через всю страну я живу в сибири доставка занимает большой промежуток времени и цена соответственно доставку большая вот по цене силиконы которые у нас находятся они приблизительно все и на котором 600 650 рублей там 700 за килограмм здесь только зависит от его твердости наличие и времени доставки ее стоимостью выбирайте для себя следующее место это нгк market есть у них два представительства это одно москве а другое новосибирске для тех кто живет так скажем сибири удобно еще есть красноярск но где конкретно фирмы не могу сказать просто как бы я еще не пользовался поэтому не могу к вам порекомендовать ну и соответственно зайцевские силикона зайцевские силиконы тоже смотрите как вам удобно если представительство вашем городе и ориентируйтесь там по цене вот основные места где я сам лично приобретал силикон дальше станок кому нужен для чего часто звонят и спрашивают дима хочу приобрести или чертежи или готовый станок объясню для чего нужен станок станок конечно облегчает вашу работу разгружает вас физически то есть вы физически меньше будете уставать он поднимает качество ваших отливок как бы я не старался вручную не отливал такую качественно отливки меня не получалось сделать вручную чем делать станок причем станок это не напрягается вы старайтесь контролируйте каждый этап каждый момент времени изготовления ваш то есть это легче и качественнее но если у вас нет силиконовых форм если вы только в начале пути если вы только хотите попробовать себя в этом деле вам станок не нужен станок это бюджет и в моем случае мой станок по узлам и материалам сейчас обойдется в районе 40 тысяч рублей это только узлы и материалы плюс это кто-то должен собрать настроить и еще есть будут какие-то там транспортные моменты а где-то если вы будете это делать сами еще покататься по городу ну то есть бюджету выходит очень солидный и причем наверно скорее придется самостоятельно будете собирать где-то настраивать это время видно изготовление вас идет станок нужен только тем кто давно этим занимается и хочет разгрузить себя физически или понять качество если вы в начале пути вам станок не нужен не надо тратить такие большие деньги такой большой бюджет это то что касается станка дальше чем отмывая кисточку от смолы и силиконы значит по поводу кисточки кисточки я ничем не отмывая поясню почему нашел кисточки у себя в регионе за 8 рублей 50 копеек я делаю сразу несколько силиконов форм там две или три слой силиконовый с одной стороны состоит из допустим там шести раз шесть раз на нанести этот силикон шесть-семь раз шесть кисточек по 10 рублей это 60 рублей с двух сторон это 120 рублей большой ли это бюджет для силиконовой формы нет можно ли отмывать от силикона кисточки да есть специальные отмывки есть растворитель 646 отмывками не пользовался растворителем пользовался ужасный запах болит голова постоянная это дышитими парами растворителями это влияет на ваше здоровье надо вам это или нет решайте сами для себя я четко решил что проще за 850 купить кисточку нанести на 23 слоя ну то есть замешал 200 грамм нанес на три формы разом одной той же кисточкой поработал и кисточку выкинул нет проблем запаха нет причем растворителя если вы приобретаете дополнительная статья расходов то есть у вас кисточку уходит деньги бюджет ваш и на растворитель кисточка тоже не вечно ее до бесконечности количество раз невозможно отмывать она выдерживает допустим 5-6 нанесение силикона то есть за 5-6 раз он обязательно у вас кисточка устанет и вам снова придется покупать следующую причем растворитель тоже он испаряется тратится появляется осадок и силикон его тоже надо будет приобретать смотрите здесь пользуйтесь как вам удобнее я не мою кисточки и не использую растворитель дальше немного расскажу о планах значит в планах будет снять подробное видео как изготавливать кашпо изготавливать модели выполнены на четырех лапах такие как корги я показывал своих видео и в планах подробно тоже показать как сделать силиконовую форму по пластилиновой модели вот еще как минимум три видео появится поскольку уже все этапы изготовления силиконовой формы какие не бывают разновидности с чего снимаем как отливать какие нюансы как замешивать гипс каких пропорциях как у гипс лучше использовать как красить как зачищать где и как продавать все это уже для меня стало ясно и понятно то есть ушел азарт небольшое и для себя я хочу попробовать новое направление такое как кожа сейчас покажу и для тех кто не подписан на мой инстаграм и не знает что я уже начал что-то там делать из кожи покажу несколько моих работ у нас что-то такой вот кошелек собираю сейчас и вот такой вот рюкзак есть тоже это то что касается изделий из кожи тоже буду показывать как делаю делюсь делиться этим всем подробно не знаю только еще не решил на этом канале или на другом это то что касается планов но и для самых терпеливых как и обещал давайте разыграем одну из силиконовых форм что это будет за силиконовая форма вы мне напишите в комментариях обязательно и по результатам ваших голосов мы определим что это будет за форма то есть та форма за которую моделька за которого больше всего он будет голосов там я допустим хочу корги я хочу малыша грута и этом хочу мы шагами ну такого мы определим что это будет за форма и эту форму соответственно и сделаю и отправлю победителя то есть что надо сделать чтобы участвовать в этом так скажем конкурсе это обязательно быть подписанным на мой канал поставить этому видео лайк ну и написать в комментариях что за форму ты бы хотел получить еще есть такой момент один результаты этого конкурса наверно подведем недельки через две и узнаем кто победил кому поедет форма силиконовая поедет она абсолютно бесплатно за доставку тоже заплачу еще есть один такой момент люди часто задают вопрос как можно со мной связаться под видео под любым видео особенно если взять последнее видео которое вы укладывал на канале есть кнопочка еще чуть спускаетесь ниже видео нажимаете кнопочку еще и там в первой строке написано номер телефона автора вайбер ватсап второе написано страница вконтакте моя и все ссылки на инструменты которыми я пользуюсь тоже оставил под видео то есть там у нас аэрографы краскопульты модели которые приобретал с алиэкспресс частотник для станка подшипники какие-то дополнительные узлы замки на форму в общем все ссылки на меня на тем что я пользуюсь я оставляю под видео там все есть подробно переходите смотрите знакомьтесь если кому-то надо делюсь всем абсолютно бесплатно так что итоги конкурса подводим через две недели в комментариях напишите чтобы за форму вы хотели получить бесплатно да ну и как со мной связаться я рассказал на все основные вопросы ответил пишите мне подробно в комментариях ваши желания ваши хотелочки я желаю всем удачи пока